Дневник Дикого Друзья, вы можете поучаствовать в создании новых рассказов по вселенной Escape from Tarkov. Поддержать автора и чтеца можно по донат-ссылке в описании ролика. Приятного прослушивания. Глава вторая Начал моросить дождь. Лёха вышел на занятую серыми тучами осеннюю улицу и, сгорбившись, пошёл вдоль домов, иногда поворачивая во двор. Но потом вновь выходя на широкий проспект, по которому шёл зигзагом. В городе было действительно тихо. Если бы это был не Tarkov, можно было бы представить времена одного из недавно бушевавших вирусов, который загнал жителей многих государств в свои дома. Даже машины не ездили по улицам мегаполисов. Они были пусты. Люди единицами куда-то спешили и исчезали. Петляя таким незатейливым, малоэффективным и ленивым способом, чёрт прошёл значительное расстояние. Пока шёл, опустив голову, уткнувшись взглядом в асфальт, подобрал с земли зажигалку, взял на скамейке недопитую бутылку питьевой воды местного производства, а рядом подобрал пластиковую крышку и, ленясь убирать бутылку в сумку, понёс её в руке. — Интересно, а оружие он мне положил какое-нибудь? И пожрать? — сумрачной мыслью пролетело в голове у чёрта. Он начал зябнуть. Нужно было найти укрытие и изучить содержимое вещь мешка, заодно убрать туда книгу. Лёха дошёл до конца очередного многоквартирного дома, нашёл с торца открытый подвал и прошмыгнул в приоткрытую дверь. Он вошёл. В подвале было темно. Уже после подумал, что стоило поискать какой-нибудь источник света в мешке, прежде чем входить. Но мозг дикого соображал туго, его заботило другое. На его унылую удачу вдалеке подвального коридора был виден жёлтый свет. Возможно, это дежурный свет, который горит практически всегда, а также при любых экстренных случаях и неполадках в доме. Чёрт сделал пару шагов, остановился и какое-то время вслушивался в подвальную тишину. Параллельно с этим процессом в его голове одна шальная мысль о засаде меняла другую. В конце концов, воображение остановилось на том, что в подвале обитают огромные крысы-мутанты. Лёха уже хотел повернуть обратно и выйти, но на улице раскатился гром. Дождь усилился и, тряхнув головой, Лёха пошёл вперёд. Стараясь не возвращаться к мысли, привязавшейся к нему в виде фобии темноты, переступая мусор и перешагивая коммуникационные трубы, он брёл вперёд. Схватка с зеброй, прошедшим летом, аукнулась не только на здоровье, но и на психическом состоянии дикого. Навязчивая идея, что сумасшедший силуэт в маске может вновь настигнуть Лёху в любом месте Таркова, не покидала его в тёмных местах и при полном отсутствии света. Зебра преследовала во снах, а с недавнего времени начала посещать в наркотрипах. Зебра бесцеремонно вторгалась в сон Лёхи и наркотический трип, хотя он видел, как этот безумный топорист был погребён под огромным стеллажом строительного супермаркета. Однако имелись в этой фобии и свои плюсы. Поскольку зебра посещала чёрта после действия наркотика и превращала кайф в настоящий бэд-трип, его этот факт останавливал. Становилось страшно и не очень-то хотелось экспериментировать. Появится этот навязчивый образ в сей раз или нет, испортит кайф. Но наркотик есть наркотик. Тяга сильнее всяких страхов, потерь, лишений и последствий. Лёха добрёл до освещенного места, повернул в небольшую комнату с включенным светом и обнаружил там чью-то оставленную Лёшку в виде матраса, лежащего на досках. В комнате было маленькое подвальное окошко с решёткой, выходящее на тротуар улицы, по которой он шёл ранее. Больше в комнате ничего не было. Только красный кирпич кругом, четыре стены, дверной проём и тишина, не считая падающих капель в глубине подвала. Он сполз по стене вниз и сел на матрас. Широко расставил ноги, а между них бросил вещь-мешок. Раскрыв его, Лёха обнаружил консервы, бутылку воды, нож в ножнах, полупустую пачку сигарет с зажигалкой внутри, рулон туалетной бумаги, два бинта, пистолет ТТ. В конце поиска нащупал зубную щётку и пасту. «На кой хер он мне пасту положил-то?» Вслух удивился Лёха. «Где мне тут бивни чистить? Даже за бартер вряд ли сойдёт». Выдержав паузу, Лёха довольно хмыкнул. «Хм, хотя молодец, молодец». Чёрт достал из-за пазухи книгу с произведением Булгакова, взял в руки зубную щётку и засунул её в переплёт. С другого конца переплёта выпал синий инжектор с морфином. Далее последовал не очень интересный процесс применения наркотических средств. Вы можете найти это в других творениях мировой литературы. В дневнике Дикого этого не будет. Однако заметим, что закатав штанину и уколов себя в ногу, Лёха отклонился спиной на кирпичную кладку, нога онемела, а потом и его сознание, превратившись в желе, провалилось в бездну. «А вы говорите, вирус!» – буркнул он вслух и отпил холодную жидкость из найденной бутылки. «Дикого никакая эта ваша Маша Саша не возьмёт. Ей девятнадцать лет!» «Конечно!» – высказал бред Лёха и опять провалился в безвременье. Различные сюжеты и картины возникали в закрытых глазах чёрта. Но каждый раз сознание возвращалось к одной и той же картинке. Нет, это была не зебра. Это был уличный фонарь проспекта в Таркове. Высокий, металлический. Он светил белым светом, и в его электрических лучах падал снег. Ракурс взгляда на него был снизу, от тротуара. Во время Трипа сознание Лёхи возвращалось к нему несколько раз. Но на моменте, когда фонарь начинал мерцать, мигать перебоями напряжения, картинка Трипа менялась на другой сюжет. И Лёха не мог её удержать. С пятого раза он всё же решил задержать своё внимание на упоительном уличном столбе и не отпускать его. Казалось бы, у него получилось. Но спустя мгновение фонарь замерцал, затрещал от перепадов напряжения. Чёрное ночное небо, высевшееся за фонарём, разразилось свистом. Свет в фонаре сжался, и небо грохнуло, словно что-то огромное упало на землю. Громкий удар о землю, случившийся в наркотическом Трипе, грохотом перешёл в реальную жизнь. Лёха вздрогнул, открыл глаза. Стекло в маленьком окошке подвала выбило, а с потолка на голову чёрта посыпались маленькие бетонные камешки. Появился небольшой звон в ушах. Следом, буквально дуплетом, грохнуло ещё два взрыва, но уже дальше. Скорее всего, это мина. Первая точно угодила либо в дом, в подвале которого сидел Лёха, либо на проспект, по которому он шёл. Чёрт судорожно собрал свой небогатый хабар обратно в вещмешок. Шатаясь на ногах и опираясь о кирпичную стенку, поднялся. Суки, весь кайф обломали. Выругался он и шагнул в коридор. Ему нужно было покинуть квартал обстрела и найти себе другую Лёшку. Потому что после обстрела квартала, скорее всего, здесь начнётся знатная заварушка. Только пока не ясно, кого с кем. Скорее всего, дикие прямыми участниками конфликта не были. Иначе бы чёрт знал об этом. Хотя мог и не знать, поскольку в последнее время был отрезан от так называемой общественности, так как был объявлен чёрным. Вдобавок ко всему, он периодически пропадал в трипах. Но всё же, это могла быть войсковая операция ВС РФ или сил ООН, рейд ЧВК БИР или ЮСЕК, или противостояние одних против других. В любой вариации почти всегда дикие попадали под раздачу или сами выступали третьей стороной конфликта. Узнавать кто, что и против кого было себе дороже. Нужно было просто сваливать. Лёха брёл по коридору, всё же опираясь на стену. Весь мешок висел за спиной, во второй руке он держал бутылку воды. Пока он шёл, упало ещё около пяти мин, судя по звуку, в разных частях квартала. А после, как по команде какого-то невидимого дирижёра, началась активная автоматная стрекотня. Дойдя до конца коридора к двери, которая вела наружу, Лёха остановился, чтобы поймать паузу между стрельбой и послушать, нет ли кого поблизости. Во время такой бучи, увидев дикого, расспрашивать не будут, мирный, немирный, дадут автоматную очередь, убедятся, что контакт погашен и побегут дальше. Гражданские во время таких заварух прячутся глубоко в земле, укрытиях и домах. А инструкции почти у всех сторон и фракций конфликта в Таркове примерно одинаковые. Не до дипломатии уже. Понимая, что сознание плывёт после инъекции морфина, и что чёрт не может сосредоточиться, остатками воды в бутылке он начал активно умывать лицо и лить воду на шею. Ударив себя пару раз по щекам, мотнув головой, остановился и замер, смотря в одну точку, прислушиваясь к своему организму. «Пидорасит!» – заключил Дикий, поняв, что данные интенсивные мероприятия не помогли, а только усугубили положение участившимся сердцебиением и плавающей картинкой в глазах. Лёха решил делать всё не спеша. Взяв паузу, вновь прислушался. Поблизости никаких звуков. Собрался делать следующий шаг, подняв ногу, чтобы перешагнуть через трубу. «Мяу!» – послышалось сбоку. Лёха подпрыгнул на ноге, которая была опорой, так как вторая зависла над трубой. Но он устоял. «Ёп твою кошачью мать!» – шепотом выругался чёрт. Звук доносился из небольшой комнатки, находившейся у выхода, аналогичной той, в которой сидел Лёха. Тёмная комнатушка, но без освещения, с таким же маленьким подвальным окошком и мутным пыльным стеклом, на удивление уцелевшим. Дикий присел на корточки и положил перед собой вещмешок. Сердце его неистово ходило ходуном. Но сознание немного прояснело. Аккуратно открыв вещмешок одной рукой, Лёха легко нащупал рукоятку ТТ, а другой практически сразу зажигалку. Взведя пистолет и осветив пространство, чёрт бесшумно выпрямился и осторожно сунул голову в проём, освещая комнатку, сразу просматривая углы. «Мяу!» – Лёха дернул пистолет с зажжённой зажигалкой в сторону звука, огонёк едва не погас от быстрого движения. Внизу, справа у стены, сверкнули два жёлтых огонька. Лёха сделал ещё шаг вперёд и увидел котёнка. Оглядев другой угол и комнату, убрал пистолет за пояс. Свободной рукой взял несопротивляющегося котёнка и, освещая, оглядел его. Чёрно-белый, передние лапы, как варежки или перчатки, были белыми, задние лапы тоже белые, небольшое вздутое брюшко тоже было белым и переходило на грудь, будто бы белая рубашка из-под смокинга. В остальном, пушистый был весь чёрный, не считая ещё одной белой вертикальной полоски на носу. Чёрно-белый мальчик, как пират. Ну, привет, Джек. Продолжение следует. Текст читал Ульфгард Ольсен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...